Приватизация государственных объектов в Казахстане началась в январе 2016 года. За это время в Кустанайской области продано 8 объектов на общую сумму 214,4 миллиона тенге. Всего до 2020 года под приватизацию подпадают 29 организаций. Сейчас Кустанайская область четвертая в Казахстане по количеству приватизированных объектов. При этом по закону о государственном имуществе предприятия, которые не были реализованы трижды, будут ликвидированы. У нас подпадает к ликвидации 8 организаций. Из них по 3 организациям уже есть решение о ликвидации. Это по Оркалыкской продовольственной компании, по Центру молодежных инициатив и ТО Кумек Карасу. По остальным 5 еще решения о ликвидации отсутствуют. По ТО общежития города Лисакос готовятся документы для ликвидации. И по четырем предприятиям, которые занимаются модернизацией ЖКХ, пока решение о ликвидации не выносится, потому что имеется протокол вице-министра Министерства национальной экономики о том, что данный вид деятельности, скорее всего, будет включен в разрешенные для квази-государственных предприятий. До конца 2016 года планируется реализация еще четырех объектов. Уже завтра состоятся два конкурса в Оркалыке. По приватизации футбольного клуба ТОБОЛ сегодня идут подготовительные работы. А вот процедуры по приватизации редакции Кустанай-Тоны приостановлены, потому что, скорее всего, госучастие в предприятии будет сохранено. Также под приватизацию в Кустанайской области подпадают 4 доли участия в предприятиях, принадлежащих СПК ТОБОЛ. По двум из них торги будут проведены до конца года, и по двум рассматривается вопрос о ликвидации данных предприятий. Это два у нас ТО, Лисаковский картонно-бумажный комбинат, вы сами понимаете, неработающее предприятие, и горно-металлургический комплекс Аятская, который тоже неработающий. А два, которые пойдут? Это у нас Мармартас и ТО Лига-2010. По словам Саулеи Мухамбетова, в 2020 году запланирована продажа бассейна «Осьминог» и Кустанайского дворца «Спорта». На вопрос журналистов, для чего же сейчас оба здания ремонтируют за счет бюджетных средств, руководитель управления финансов пояснила. Таким образом улучшается инвестиционная привлекательность данных объектов и, как следствие, их стоимость. Алексей Басарнов, Ярослава Богатырева, РТН. Продолжение следует...